Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, меня зовут Роман Дусенко и с вами программа «Бизнес-завтрак». Я пытаюсь найти чистый лист для того, чтобы записывать самые ценные идеи сегодняшнего утра, которые в моей студии, студии «Радиометрик» принесли две замечательные, очаровательные, очень умные и красивые девушки, которые нам сегодня расскажут о корпоративной культуры Юлия Завьялова и Виктория Голленштейн. Правильно? Все, никого не ошибся. Доброе утро. Доброе утро. Я был счастлив провести с вами несколько минут до эфира и немного скоординировать то, о чем мы говорили, хотя на самом деле вас координировать вообще не нужно. Вы обе профессионалы, обе специалисты, состоявшиеся и состоятельные женщины и профессионалы. Давайте вкратце для разминки нашей программы немного расскажем о себе. Пойдем по часовой стрелке от меня, Юля. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Завьялова Юлия. Я в HR 11 лет. Половину этого времени я проработала в компании «Проктор & Гамбл». Последние пять лет работаю в «Хьюлит Паккард» и два года на позиции директора по персоналу «Хьюлит Паккард Энтерпрайз». Это топ-менеджментская позиция, высший уровень, над тобой только директор. Чтобы понимать, какое у тебя влияние в целом на компанию, на корпоративную культуру, на людей, какой это уровень? Это самый высокий, да, с точки зрения? Да, я вхожу в правления «Хьюлит Паккард Энтерпрайз» в России. Прекрасно. Класс. Виктория. Доброе утро. Доброе. Меня зовут Виктория Гальштейн. Я основатель компании «Мьюзик Коннекшн». Мы предлагаем музыкальные мотивационные практики для бизнеса. Но до того, как моя компания была создана, я больше 15 лет работала в различных международных компаниях. И последние 9 лет это компания «Спринг», «Спешалайстресечен инвестмент групп», это инвестиционный фонд на позиции замглавы представительства по кадровым вопросам. То есть ты же HR? HR. Скажи ещё, я-то знаю, такой очень важный пласт в твоей жизни – это музыка. Да. Ты профессиональный музыкант. Да, я профессиональный музыкант. Моё первое образование – это высшее музыкальное образование. И в жизни всегда существовало у меня две сферы деятельности, которые очень важны были обе для меня. Это музыкальная деятельность, я концертирующая певица, лауреат международного конкурса. Теперь идут концерты за рубежом. Да, и за рубежом, и в России, но в России не очень часто, потому что сложно сочетать и работу, и музыку. Я надеюсь, что ты всё-таки пригласишь нас послушать свою музыку. Безусловно. Безусловно. Неподалёку. Да. Спасибо большое. Очень интересно и необычно. Вот у нас сегодня, на самом деле, первый раз, когда у меня два спикера и два таких профессиональных спикера. И мы попытаемся сегодня выстроить нашу дискуссию. Цель программы «Бизнес-завтрак» на радиомедиаметрах – это изучение вопросов эффективности управления людьми. Сегодня, наверное, эффективность – это тренд, который однозначно, с ним уже никто не поспорит. Если мы… Даже самый простой пример, да, вы водите автомобиль, возможно, но я часто достаточно езжу между городами, и автозаправочных комплексов без кафе, без туалета, без магазина практически нет. А если они есть, и либо я, либо мой ребёнок, увидев, что их нет, он говорит, пап, поехали дальше. То есть люди строят большие комплексы не потому, что им хочется их строить, что они такие красивые. Они заботятся о своей эффективности, заботятся о прибыли, об инвестициях для того, чтобы соответствовать рынку. Вообще эффективность, на мой взгляд, сегодня – это тренд, который поможет нам, российской экономике, хоть вы работаете в западных компаниях, вы нам дадёте больше инсайтов, стать более успешными. Вообще и программу нашу смотрят по всей стране, и в маленьких городах, и в столице нашей. Поэтому мне бы хотелось, чтобы то, о чём мы сегодня будем говорить, оно имело практически прикладной характер для тех собственников, для тех генеральных директоров, которые смотрят и задают себя вопросом, а как мне повысить эффективность моей компании. И тема нашей сегодняшней программы – это корпоративная культура. Причём корпоративная культура, которая действительно повышает эффективность. Мне очень понравилось сегодня, Виктория сказала, что корпоративная культура по факту управляет компанией. Давайте начнём нашу дискуссию с самого верхнего уровня, со стратегических планов, да, то есть там, где миссия, цели компании, зарождение корпоративной культуры. Насколько корпоративная культура связана со стратегией и как она управляет на уровне на самом верхнем. Юля, может быть, ты начнёшь тогда? Да, хорошо. На самом деле я считаю, что корпоративная культура – это экономическая величина. Но, например, в нашей компании корпоративная культура, самый такой глубинный пласт – это доверие. И такой небольшой пример. Наша компания, у неё история с 70 с лишним лет, но при этом она формально существует два года. Просто потому, что Хьюлитт Паккард разделился на две компании. И одной из них, та, которая производит, продаёт компьютеры, принтеры, досталась всё наше наследство. То есть логотип. Они забрали. Да, забрали ценности, миссии и так далее. А нам, новой компанией, которая занимается такими большими инфраструктурными решениями, сервера, стим, хранение, нужно было заново создать свой логотип. Нужно было заново сформулировать свои ценности, миссию и так далее. Правильно ли я понимаю, что под понятием корпоративной культуры, давай её препарируем, давайте вместе её препарируем. Вот сидит человек в каком-нибудь маленьком городе, ну что такое корпоративная культура, ну как мне её создавать? Наверное, есть какие-то базовые кирпичики, которые должны лечь в основу этого фонда. Обсудим, что должно лечь в основу эффективной корпоративной культуры. Так как ты только что уже что-то перечислила, а мы потом с Викторией давайте продолжим. Ну давайте про кирпичики. Есть такой знаменитый американский учёный Эдгар Шейн, который как раз препарировал корпоративную культуру. Он сказал, что есть такие вот, есть верхний пласт, это так называемые артефакты, то есть это дресс-код, это то, что висит в офисе компании и так далее. Есть более глубинный пласт, это то, что говорит нам руководство, быстрее, выше, сильнее, работа не волк. И такой вот самый глубинный пласт, это то, во что на самом деле верят сотрудники. Его очень легко на самом деле вычленить, если задать вопрос, который вызовет искреннее недоумение. Например? Ну например, приходит новый человек в компанию, две недели проработал, мы спрашиваем, слушайте, а что это вы в субботу на работе не появляетесь? А у него такие брови вверх, в смысле у меня пятидневная рабочая неделя. А есть компания, где это норма, где вот пять дней ты как бы работаешь, а субботу дорабатываешь. И скажешь, ну там приболел или надо было съездить куда-то. Но он ответит абсолютно нормально, потому что это часть корпоративной культуры, в субботу ходить на работу. Поэтому вот этот глубинный пласт, его легко пощупать, померить. Получается, чтобы создавать культуру, надо идти снизу или сверху? Откуда? Вот мы с вами вот сейчас в демиурге создания корпоративной культуры, эффективной корпоративной культуры для российских компаний вообще, в целом. Представьте, нам такая возможность предоставить. И вот они все сидят перед нами, собственно, сколько у нас там, несколько тысяч, сотен тысяч предпринимателей смотрят, открыв рты. И мы должны туда положить что-то. Что кладем? Мне кажется, это прежде всего ценности компании. Они должны быть очень четко сформулированы. И они должны, то есть, не просто как слова, а действительно спущены сверху вниз, чтобы каждый сотрудник компании, он проникся. Я вот все с тобой полностью согласен, являюсь специалистом по ценностям. Последние два года исключительно продвигая эту тему карьера на основе ценностей, управления на основе ценностей. В нескольких компаниях сейчас веду проекты о внедрении системы ценностей. Дай мне, пожалуйста, свое видение. Откуда они должны взяться, эти общие ценности в компании? Ну, на самом деле, все в компании, наверное, идет с головы. Это естественно. Как мы можем назвать это общими ценностями, ценностей головы? Ну, смотря, это зависит, наверное, от вида деятельности компании. Если эта компания что-то производит, созидает что-то очень хорошее, то, получив лояльного сотрудника, именно через эти ценности компания может его получить. Виктория, на конкретном примере. Вот последнее твое место работы – это инвестиционный фонд, где вы активно работали. Я не ошибаюсь? Да. Вот, например, как там формировались вот эти глубинные ценности, которые стали общими? Ведь ты была, по сути, HR-директором там. Ну, да. Очень интересно. У нас, на самом деле, компания очень небольшая была, но каждый сотрудник был действительно искренне лоялен к своей компании. И мы всегда говорили, даже в разговоре между собой, говорили мы, а не я. То есть, это уже есть, наверное, высокая ценность. Да, и высокая степень лояльности к компании. Мне сложно сказать, как это формировалось, потому что, наверное, у нас очень яркий руководитель компании. В какой момент мы все стали думать, что раз, два, три являются нашими общими ценностями? Что это вот один, два, три? Откуда оно взялось? Он пришёл и сказал, так, сегодня один, два, три будут нашими общими ценностями. Не пришёл и не говорил. То есть, это как-то совершенно… Вот мне сложно говорить на примере моей компании, потому что я слишком много, долго там проработала. Да и абстрактный пример. Абстрактный пример. Ну, я могу сказать, например, компания, которая производит медицинское оборудование. Например. Да. Вот. И если каждый на своём месте, каждый человек, который производит какую-то деталь, и это оборудование для того, чтобы помогать людям. То есть, оно созидает, оно спасает. Великолепно мысль сказала. То есть, любой человек, занимаясь производством медицинского оборудования, держит в голове, что это помогает людям. Безусловно. Ты создала это две недели, два месяца назад, да? Или сколько там? Сколько вообще? Два года. Два года назад. Расскажи, как вы лепили общие ценности? С чего вдруг они стали для всех общими? Это прям весёлая история. Она началась с утки в прессе о том, что в нашу компанию вводят строгий дресс-код. То есть, представляете, это айтишники, которые постоянно ходят в майках и джинсах. И вдруг в огромном количестве изданий появляется информация о том, что нужно носить деловые костюмы. Проходит некоторое время, и мы продолжаем это обсуждать внутри компании. Выходит ролик от глобального вице-президента ПХР Алана Мэя. Очень смешной ролик, где он говорит о том, что, ребят, какой дресс-код? Я вообще первый раз об этом слышу. Если хотите ходить в каких-то странных джинсах, надевайте их. Если хотите ходить в костюме, пожалуйста. Можете даже бабочку надеть. Если не знаете, как вам представить нашу компанию, спросите у своего руководителя. Но мы вам доверяем в этом выборе. Это был такой, знаете, базовый слой доверия. И на самом деле доверие, по сути, это экономическая величина тоже. То есть, если человек действует не по регламенту, а если он работает с тобой и понимает, что ты сделаешь все, что в его силах, это как раз ускоряет все бизнес-процессы. Так вот, продолжая эту историю. Алан Мэй стал самым популярным человеком в этой компании и начал диалог про корпоративную культуру. Он сказал, ребят, нам нужно сформулировать наши ценности. Вот что для вас культуры победителей? И все начали ему отвечать через имейлы, через фокус-группы, через какие-то внутренние порталы. Таким образом, проанализировав всю эту информацию, нам удалось сформулировать три основные ценности. Эти ценности, которые, как вы говорите, родились как раз снизу. Они родились от сотрудников, и при этом вся организация их разделяет. И дальше уже, когда мы их сформулировали, мы начали эти ценности использовать абсолютно везде. Как? Вплоть до того, что у нас оценка сотрудников идет по двум показателям. Первый – это бизнес-показатель, насколько человек достиг тех результатов, которые от него ожидает компания. А второй – насколько он соответствует ценностям компании и использовал эти ценности при достижении результатов. Отлично. И если вот что-то не совпадает, бизнес хромает, или человек не соответствует ценностям, например, один из них – это партнерство на первом месте, а человек самостоятельно достигает, он волк-одиночка, он менеджер по продажам, который один ходит и никому дальше не помогает. Мы занижаем оценку этим сотрудникам, это дальше влияет и на его карьерное развитие, и на компенсацию. Ну, может, это такой вопрос, может быть, как бы не очень тактичный для нашей передачи, но представь, что у тебя есть супер-супер-супер-супер-супер-супер-супер-супер-супер-супер-продажник. Ну, как ты правильно сказал, волк-одиночка. Рано или поздно он уйдет с компанией, потому что он не соответствует ценностям, если не изменится. Уйдет. Корпоративная культура отторгает чужие. Даже если его бизнес-показатели составляли лучшие показатели, чем все вместе взятые продажники. Знаете, у нас был пример, когда один из руководителей, не демонстрировавший ценности компании, он был перемещен на другую позицию, где, наверное, в меньшей степени нужно было работать с командой. То есть, для него выхода, для него такой активной жизни, где он должен взаимодействовать, даже если он показывает хороший бизнес-результаты, ценности все-таки важны, да? Заусловно. Помните, утром сегодня мы за кофе говорили о том, что два человека одинаковых едут в российском вагоне метро, потрясываются, выходят, заходят в один-единственный бизнес-центр, да? Но входы у них разные. Одна иностранная компания, другая российская. Вечером они выходят, один с улыбкой на лице, другой уставший, замученный, там, угнетенный, каким-то образом. И я общаюсь с российскими топ-менеджерами, они мне говорят, вот почему-то так складывается, что в западных компаниях какая-то другая атмосфера. Вроде мы из одного источника воду пьем, кофе одинаково. Что на самом деле дает возможность чувствовать вот эту открытость? Как надо создать нам в наших российских компаниях такую атмосферу, в которой люди были бы счастливы идти на работу? Ну, может быть, это партнерские отношения и открытость взаимодействия. Твой продукт про это как раз. Ну, да. Расскажи нам чуть более глубоко об этом немного. Ну, мне кажется, это вполне естественно, это в природе человека, если он может совершенно свободно подойти к своему руководителю и обсудить с ним, задать какой-то вопрос, потом вернуться к своей деятельности. Ну, то есть, понимая о том, что это просто коммуникация такая, человеческая открытая коммуникация. Я работал в финансовой сфере, я тоже. Одно из таких знаковых мест моей работы был Росбанк. Я пришел в 2004 году, когда Росбанк покупал группу банков ОВК. Причем группа банков ОВК – это более такой медиум-сегмент, а Росбанк – это высший корпоративный сегмент рынка. И сделка была по объединению. Две культуры были абсолютно разные. Позиция, знаешь, дорогих костюмов, все остальные. И простые люди, которые жили во всей стране, 80 филиалов, 15 тысяч человек сотрудников. Председатели правления, которые, да, они были председателем правления, конечно, но к ним можно было дойти. И однажды меня вызвали в приемную председателя правления Росбанка. Я поднялся на этаж на второй, пройдя два металлодетектора. Стояли охранники, которые меня там досмотрели. Я зашел в приемную, сидел секретарь с каменным видом, не поднимая на меня лица. Я уже думал, если сейчас я зайду, и там все со мной будет хорошо, я оттуда выйду, это уже будет большое настижение. Ты говоришь об этом? Я говорю как раз, наверное, чтобы не было вот этих вот границ. Если больше, как сказать так, горизонтальное, наверное, управление, а не вертикальное, оно принесет, наверное, большую результат. Только ли open space решает проблемы создания атмосферы? Нет, не open space. Open space – это, на самом деле, очень, наверное, неоднозначное отношение. Он может как приносить какой-то положительный момент, так он может и мешать в работе. У меня есть идея. Давайте попытаемся сформулировать, быть в придерживании следующих принципов. Ученые доказали, что поведение человека является следствием его глубинных убеждений и ценностей. То есть, все, что мы делаем, мы же родители в какой-то степени, можно сколько угодно кричать на ребенка, чтобы он перестал, он тебя посмотрит, будет продолжать, пока ты его там не переключишь. А потом начнешь с ним разговаривать, и тогда он задумается, и так далее, и так далее. Давайте попробуем выстраивать наш диалог сегодня, опираясь на ценности, которые будут и управлять в целом корпоративной культурой. Ведь в фундамент мы положили ценности. Как, используя ценности, создавать вот эту атмосферу доверия? Ведь доверие – это то, что, на мой взгляд, и склеивает всех нас. Юля, может быть, ты? Давайте как раз про вот эту гибкость в общении. Есть компании, где правда нужно через две секретарши пройти, чтобы добраться до руководителя. У нас, например, периодически происходят завтраки с правлением. Как правило, это генеральный директор, который кидает клич в компанию о том, что у нас в такого-то числа стоит завтрак, вход свободный, только, пожалуйста, регистрируйтесь. Любой человек может прийти из генерального директора, посидеть по завтраку, и его напоить чаем, кофе, что-то поесть. Да, сырники ещё дают. Бесплатно. Бесплатно. И люди приходят абсолютно с разными мыслями. Кто-то приходит со своей болью. Кто-то говорит, знаете, вот я работаю в этом отделе, и вот он подчиняется глобально, и я не взаимодействую с коллегами. Давайте как-то больше общаться. Кто-то приходит с предложениями. Причём бывают такие, знаете, очень простые предложения. Давайте кровь все вместе сдавать. Вот хотим быть донорами в компании. Кто-то приходит с вопросами о том, что будет дальше с нашей компанией. Вот мы сейчас разделились, какая у нас стратегия и так далее. Для нас это в том числе тоже возможность померить температуру внутри организации. Мы, как правило, всегда какой-то план действий после этих завтраков создаём. То есть мы создаём активности, которые помогают дальше побороть эти сомнения или используют инициативы, с которыми к нам приходят сотрудники. И это в том числе очень показательно. Что вас слышат, вы можете прийти, сказать, и дальше вы знаете, что это будет услышано. Прекрасный пример. Я в своё время был знаком с Терри Линдерберг, которая основатель кадрового агентства Staffwell. Она достаточно известная на рынке. Она написала книгу «Чаепитие с Терри». Что она делала? Во время кризиса 2000 какого-то года она поняла, что кадровый рынок очень падает, тем более кадрового хэдхантера. И она начала общаться со своими подчинёнными. Чтобы выяснить, что их беспокоит. Оказалось, там в бухгалтерии нужно было зеркало, чтобы девушки могли смотреть себя в полный рост. Где-то нужен был чайник. Упразднив простые базовые вещи, она повысилась, во-первых, с коммуникацией. Она спрашивала о разных руководителях. Ей давали обратную связь. Кого они видят генеральным директором и так далее. То есть она решила многие эти вопросы. Как практический инструмент, который ты предложил, если мы сегодня скажем нашим собственникам, генеральным директорам, ребята, позовите хотя бы своих топов. Хотя бы. Для того, чтобы попить чай. К чему он должен быть готов? Как ему выстраивать этот диалог? Может ли он выслушивать всех? Они начнут жаловаться друг на друга. Или это нормально, чтобы спустить пар для начала, а потом приглашать людей? Дайте опыт, как это делать? Есть ли сценарий такого завтрака? Сценарий, наверное, нет. Как правило, это какая-то история, которую рассказывает генеральный директор в самом начале, о том, куда мы идём и так далее. Дальше люди немножко расслабляются, начинают задавать вопросы. Некоторые, правда, спускают пар, предлагают какие-то совершенно интересные идеи. А давайте у нас детский садик откроем, потому что дети есть. Мы не говорим, слышь, дурак, иди-выйди там откуда. Мы это обсуждаем и порой мы даём ответ, что нет, это нельзя сделать, потому-то, потому-то. Но, по крайней мере, это честно. Есть вещи, которые для нас являются прям удивлением, потому что мы не всегда видим, что происходит в организации. И мы понимаем, что есть подразделения, которые могут переносить нам больше прибыли, потому что мы работаем с одними и теми же заказчиками, просто с разных сторон. Нам просто нужно объединить два человека, и таким образом мы можем какую-то серьёзную сделку выбрать. Услышал ли я вас правильно, что вторым кирпичиком, который мы должны положить в создании корпоративной культуры, является активная роль первого лица или собственника. Или собственника, который является первым лицом, или наоборот, собственника, который не является первым лицом. В любом случае он должен каким-то образом проявить и показать, что это то, что мы создаём корпоративную, для него важно, да? Ну да, конечно. Что ещё? Вот у нас два кирпичика есть. Генеральный плюс собственный. Из чего мы ещё? Что мы доложим в наш фундамент следующим кирпичиком, который поможет нам выстраивать вот эту корпоративную культуру эффективную? Ну, я считаю, ну даже это не я считаю, а в 80-е годы появилось такое направление, которое создал Марк Селленман, профессор университета Стэнфорда, как позитивная психология. И он вместе со своей коллегой Маргарет Фрэнк Деппессон говорили о том, что необходимо управлять эмоциями персонала для создания хорошей, крепкой корпоративной культуры. Очень важный факт – это управление не просто, а управление положительными эмоциями. То есть закладываем позитивные эмоции. Позитивные эмоции, не просто эмоции, а именно грамотно управлять и направлять. Можно ли этому научиться? Да, этому можно научиться. И учёные, которые занимаются исследованием именно международной управления персонала, они поняли, что для этого нужно привлекать, наверное, искусство и интегрировать, стараться находить такие тулсы и методы, чтобы интегрировать искусство в бизнес. Я знаю, что у тебя есть какой-то интересный инструмент, связанный с музыкой. Да, именно когда, ну, я хочу просто немножко вернуться назад, что с Юлией мы познакомились в бизнес-школе университета Кингстона, мы вместе учились на программе международного управления персонала, и именно там, именно на этой программе я для себя нашла новый жизненный путь, совершенно неожиданно, если честно. Тема моей дипломной работы – это было как раз управление эмоциями персонала, и как можно воздействовать на положительные эмоции, чтобы улучшать качество жизни людей. Потому что, ну, опираясь как бы на источники, научные источники, доказано, что если качество жизни сотрудников, это понятие, оно будет составлять часть стратегии компании, то прибыль компании будет вырастать на 30%. Это и есть такая компания, wellbeenltd.com, и они на своём сайте, они публикуют статистику. – Я попрошу вас потом всех в наших каких-нибудь социальных сетях, всё, что мы сегодня здесь говорим, ссылки на эти исследования, на… Я думаю, что мы скачаем ролик, о котором ты говорила, и выложим его для того, чтобы люди могли посмотреть. У меня вопрос. Прекрасные эмоции. Ты согласна с таким вот кирпичом, которым туда кладём? Позитивные эмоции? – Согласна. И я больше про крышу, на самом деле, ещё хотела сказать. – Давай, с удовольствием. – Есть кирпичи, да, есть крыша. Общая цель. – Общая цель. – Да, и очень многие компании говорят о том, что наша цель – это улучшать жизнь наших потребителей, наших клиентов. Если это компания, которая продаёт условно шампуни, значит, это шампуни, которые делают женщин счастливыми. Если это компания, которая продаёт IT-оборудование, это значит, что мы упрощаем жизнь какой-нибудь бабушки, которой не нужно идти на вокзал покупать билеты, она может попросить внучку онлайн это купить. Это же всё равно упрощает жизнь. А есть компании, которые такие очень интересные для себя ставят глобальные цели. Одна из таких больших тоже компаний в области народного потребления сказала, что, ребята, мы на войне, вот наша цель – это победить вот этих. То есть у них есть такие прямые конкуренты, и как раз они набирают себе торговых представителей, таких серьёзных мужчин, которые любят воевать, и они на первом тренинге, который вот самый, знаете, такой базовый про компанию «Водный курс», они надевают каски, они там раскрашивают себя и говорят, ребят, давайте воевать, мы их победим. И это прям заряжает. Классно. Хорошо, вот общая цель. Вы обе профессионалы в области управления персоналом, тем более у вас западные МВИ в этом вопросе. Скажите мне, каким инструментом собственник, который посидел, подумал, сказал, так, я бы хотел в своей компании, чтобы мне было это, это и это. Компания может довести эту цель, с помощью каких инструментов, до каждого сотрудника внутри, там вот до рядового человека, и через какое-то время компания бы действительно стала жить этой целью. Ну, кто начнёт? Коммуникации. Хорошо, что это? У нас сегодня задача дать эти коммуникации. Вот что должен сделать генеральный директор? На ней консультанта, чтобы он провёл стратегическую сессию. Если стратегическую сессию, то с кем? С топами. А что потом делать? Вот расскажи последовательность, как сделать, донести стратегию и корпоративную культуру, и вот общую цель, которая является крышей, от верха до самого низа. Ну, я, наверное, больше, наверное, какие-то теоретические могу полагаться знания, потому что… Юлия нам поддержит своей практической направленностью. Нет, но я считаю, что самое главное, это действительно коммуникации, что это… Напишем лозунг, да? Наша цель такая-то. Будет достаточно? Нет, этого недостаточно. Лозунг – это тоже важно. Это должно быть обязательно. И люди должны это видеть, и их глаз должен за это цепляться. Я тебе расскажу один пример. Тогда, после объединения Росбанка ВК, меня пригласили работать в Инвесбербанке вместе с Делой Тентуш. И мы готовили этот банк к сделке, искали иностранного инвестора. Меня вызвал собственник и говорит, я хочу одного. Единственного, чтобы кого я бы не поймал в банке, он точно знал, как его работа влияет на финансовый результат. Что конкретно он должен сделать, чтобы прошло два года, а он говорит, я одного поймал, сказал, все нормально. Скажи мне, как ты бы видела себе это? Ну, это на самом деле нужно составить программу. Я думаю, что от встречи с первым лицом компании, потом его… То есть, чтобы он это всей компанией транслировал, потом, чтобы эти были какие-то совещания по отделам, по департаментам. То есть, сверху вниз, чтобы это спускалось и в то же время, чтобы люди могли разговаривать, чтобы они могли обсуждать и чтобы они могли приходить к руководству и был открытый, свободный диалог, чтобы не было вот таких границ. То есть, я считаю, все через коммуникации только. Хорошо. Отлично. Да, и обязательно примеры показывать, рассказывать. И действительно, чтобы человек был горд, он должен быть очень лоялен к своей компании. Что мы можем позаимствовать из западных технологий, может быть, того же большого HP, как они это делали? То есть, явно там это все отработано? Или как у тебя это делается? Знаете, очень такой простой пример. Обычно собственники, генеральные директора любят спрашивать, а как мы будем мотивировать сотрудников эти ценности использовать? И в том числе программа мотивации должна… в нее должны быть зашиты эти ценности. Если мы награждаем сотрудников, премируем их, у нас есть несколько вариантов за что. Например, он проявил ценность партнерства на первом месте, взаимодействовал с отделами и так далее. Или у нас есть ценность изобретателя в душе. Это значит, что человек какие-то инновационные процессы предложил и все заработал совершенно по-другому, более эффективно. То есть, даже когда мы награждаем, мы постоянно говорим об этих ценностях. Если мы берем нового руководителя или кого-то передвигаем на другое место, повышаем, всегда в объявлении, это значит, что человек не только обладает таким-то опытом и знаниями, но при этом он демонстрирует такие-то ценности компании в рамках таких-то проектов. Два года у тебя в вашей маленькой компании. Ну, она маленькая, условно, по отношению к глобальному. 22 тысячи человек. Скажи мне, пожалуйста, как вам удалось за этот короткий срок до… в России, кстати, сколько? В России сейчас 500. 500. Вот 500 – это тоже немало, я тебе честно могу сказать. От верха до низу, что каждый знает, вот сегодня любого поймай на входе, он тебе все расскажет, что за ценности, какие цели у компании, наверное, да? Вот дай, пожалуйста, два-три инструмента, которые, посмотрев нашу программу, собственно, так, я сейчас это сделаю сейчас, потом завтра, послезавтра, все, и у меня будет работа. Как я уже сказала, во-первых, это зашито в оценку сотрудника. Когда каждый сотрудник со своим руководителем раз в квартал обсуждает свои цели, руководитель говорит о том, что я от тебя ожидаю не только вот этих бизнес-показателей, это по умолчанию, но я от тебя ожидаю, что ты будешь демонстрировать это, это и это. Потом расскажешь… А может задать вопрос этот, почему, а как мне это демонстрировать? Ну, что должен сказать в этом смысле руководитель? Вы знаете, у меня пример из другой IT-компании, не нашей, там попросили абсолютно всех сотрудников участвовать в проектах смежных департаментов. То есть, если это HR, то он может прийти, например, к заказчику, рассказать какую-то историю про HR, про то, как мы у себя делаем, и в то же время получить какие-то бизнес-контакты, которые помогут потом менеджерам по продажам продать, соответственно, продукцию этой компании. То есть, абсолютно все отделы должны взаимодействовать между собой, и если вы этого не делаете, оценка снижается, зарплата меньше. Есть один инструмент. Я пытаюсь вот рассказывать об этом людям для того, чтобы вот они стали думать о ценностях. А что такое ценности? Это как бы некая такая проверочная штука, определяющая направление нашего движения в процессе принятия решения. Когда в компании, например, утвердили три базовые ценности, там раз, два, три, любой человек на любом рабочем месте, будь только я или сотрудник, принимая любое решение, должен в эту секунду подумать, а какие из этих базовых ценностей затрагивает мое решение? Результат мой будет соответствовать этим ценностям или не соответствовать? И вот научившись такому инструменту, как вы думаете, это поможет людям действительно жить и работать по ценностям? Как ты думаешь, Виктория? Я думаю, да, конечно. Но насколько это вот, может быть, у тебя еще какие-то есть, насколько это вообще возможно привить людям необходимость задуматься в момент принятия решения о вот этих базовых ценностях? Нет, я думаю, это очень важно. И, честно говоря, опыт многих западных компаний, когда они принимают на работу, они часто отдают предпочтение молодым специалистам, там, студентов старших… Нет, 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 но я просто рассказываю о том, что вот когда набирают молодых специалистов, то прежде всего проходит такой induction курс, и их знакомят именно с корпоративной культурой. То прежде всего им рассказывают о ценностях и все тренинги, все вот эти программы, которые иногда длится на несколько недель, иногда даже, ну, какие-то компании отправляют в хед-офис, могут отправить, ну, если в хед-офис находится где-то в Англии или в Америке, для того, чтобы молодой сотрудник, он проникся, он проникся культурой и почувствовал ценности компании. И когда он уже вернется и начнет работать, он уже будет, вот как это, очень важное слово говорить, не я, а мы, и он уже будет, у него будет полное осознание того, к какой организации он относится и что транслируется. И вот его, принятие его решений, вся его работа, она уже все равно будет идти в рамках тех ценностей, которые ему, ну, рассказали, которые ему объяснили и которые он, если он их принял, то он остается работать в этой компании. То есть он станет губкой, да, вот ты, как думаешь, элементарный пример, когда ты губку сжимаешь, опускаешь ее в воду, через какое-то время она полна этой водой. Юля, вопрос. Как ты думаешь, и как Виктория подключится к этому, вот мы сейчас с вами заложили фундамент, построили крышу и туда еще сейчас вот вдохнем какое-то массивное движение, закрутим этот процесс. Является ли корпоративная культура в этом смысле центростремительной, что я хочу сказать, притягивающая тех людей, которые согласны с этим и выталкивающих тех людей, которые не принимают этим. И страшно ли для компании, что в какой-то момент люди, которые не разделяют ценности компании, не согласны с корпоративной культурой, уйдут. Или на момент подбора, как Виктория сказала, не зайдут, хотя и являются профессионалами, но не соответствуют по корпоративной культуре. Как ты считаешь? Вы знаете, с одной стороны, да, это организм, который живет сам по себе. С другой стороны, мне все-таки кажется, что должен быть какой-то контролирующий орган, который помогает в том числе правильную форму. Что-то у вас в вашей компании? У нас есть такая организация, которая называется Комитет по этике. Это такая доп. нагрузка, которую на себе несет и чар финансовый директор, и юридический директор. И абсолютно каждый сотрудник имеет возможность обратиться в этот комитет, если, например, руководитель с ним разговаривает грубо. И они не боятся? Они не боятся. В плане того, что он потом его сожрет, этот руководитель? Как правило, это происходит так, с точки зрения процесса. Они могут обратиться, но при этом их обращение анонимно с точки зрения этого руководителя. Мы разбираем всесторонне это дело, рассматриваем, спрашиваем свидетелей и так далее. Далее, если руководитель виновен, он может вплоть до того, что потерять место руководителя. Если мы не нашли каких-то... А как вы выясняете? Например, ставите камеру, следите, шпионите за ним, подслушивайте. К сожалению или, наверное, к счастью даже нет, мы общаемся с сотрудниками. Для того, чтобы вынести решение по какому-то из вопросов, мы, как правило, общаемся с 10-20 сотрудниками. И в ходе этого общения все равно выясняется правда. Бывают истории, когда мы увольняем людей именно потому, что они не соответствуют ценностям компании, они, более того, они вредоносны. Вот ты говоришь, а я внутри, у меня все сжимается. Я сейчас объясню, почему. Потому что я все-таки... Вы представители классного, современного, западного подхода в области управления персоналом. Я все-таки живу в некой парадигме воспитания, наверное, и работаю с российскими компаниями. Вот я приведу пример. Так как я сказал, что я два года люблю эти ценности, занимаюсь. В рамках одного проекта мы избрали самых интересных трех людей, которые пользуются самым большим уважением в этой коллективе и создали комитет по ценностям. То есть эти люди, как сказать, амбудсмены ценностей. Но я даже представить себе не могу, что к ним кто-то пришел и сказал, что на самом деле этот руководитель, который является замом главного руководителя, ведет себя по-хамски, и в результате главный руководитель принял бы какое-то решение. Вот что нам не хватает все-таки на уровне нашего менталитета, чтобы действительно это зажило, а не стало фикцией, ну как бы профанацией вот этих вот ценностей. Мы можем говорить о них, мы можем создать комитет по ценностям, но на самом деле никто никого не уволит по одной простой причине, что он орет на своих подчиненных. Страх, наверное, какой-то, да, который может быть даже во многих компаниях поддерживается, и это удобно. Как воспитывать культуру без страха? Знаете, здесь, наверное, история эта связана опять-таки с деньгами. То есть если мы говорим о себе как абсолютно прозрачной компании, где все процессы понятны, да, наши акционеры понимают, каким образом у нас принимаются решения и так далее, то мы просто не имеем права рисковать вот этой репутацией просто потому, что мы хотим сохранить одного-двух человек в компании. Прозрачность – это вообще глобальный тренд. Быть прозрачной компанией, открывать для клиентов, потребителей свои внутренние процессы, рассказывать, как все идет. Знаете, хороший вопрос. Знаменитая компания Google, да, абсолютно свободно говорит обо всех HR-процессах, которые есть в компании. Прекрасная книга, да, «Как работает Google», она отчасти полностью описывает процедуру приема и адаптации человека. И тем не менее они зарабатывают, несмотря на то, что они открыты. И никому еще не удалось стать Google. И скопировать Google, да? Абсолютно. Мы построили с вами кирпичики, положили фундамент, заложили туда некоторые правила, да, и базовые принципы. Открытость, доверие. То есть человек, слушающий нашу сегодня программу, у него даже если он будет стоять на паузу и переслушивать, так или иначе начнет формироваться какая-то вещь. Но я все время человек практический, мне интересно как. Как надо, условно говоря, применить твои технологии, музыку, да, для того, чтобы вдруг ни с того ни с сего это стало объединяющим фактором для людей, помогающих строить корпоративную культуру? Ну, я с удовольствием расскажу. Спеть, танцевать? Я расскажу несколько слов о своей практике. Музыкальная мотивационная практика, которая вот была изначально создана на базе бизнес-школы университета Кингстона, это цикл программ музыкальных, которые рассчитаны на полгода до года, потому что мы приходим с живыми концертами в компанию. Я правильно тебе понимаю, что сидит компания, вот например, Юлина, да, и вдруг открывается дверь, и заходит рояль, заходит Виктория и начинает петь? Да, вы правильно поняли. То есть мы предлагаем концерты живой музыки разных жанров, разных направлениях. Лучше всего, чтобы это было в середине недели, когда люди уже немножко устали. Это как развлекаловка получается? Вы знаете, и да, и нет, потому что с одной стороны, безусловно, это переключение их от работы, причём… Это в рабочее время происходит? Это в рабочее время происходит. Но это от получаса до часа длится наша программа. Да, лучше, чтобы это было перед обедом, чтобы у людей осталось время для того, чтобы поделиться своими впечатлениями. И обязательно в нашу каждую практику входит интерактив, когда мы предлагаем людям вместе с нами, с музыкантами или петь, или ещё как-то взаимодействовать. И под воздействием музыки… Вообще музыка оказывает совершенно необыкновенное воздействие на человека, это уже доказано. И основываясь на работах доктора наук, профессора Якоща Левина, который 20 лет изучал влияние… Это российский профессор. Да, российский профессор. Он изучал влияние музыки на мозг, и он говорил, что при регулярном слушании… Ну, у нас как бы околоклассическая музыка, мы предлагаем концерты разных жанров, но это именно русский романс, это какие-то могут быть арии из оперы, это могут быть инструментальные концерты, концерты такие небольшие. И под воздействием музыки у человека, во-первых, те отделы головного мозга, которые вовлечены в его постоянную работу, они отдыхают, и включаются те отделы головного мозга, которые не вовлечены в работу. И вот это переключение, оно помогает от внутреннего выгорания, оно нивелирует стресс. Когда человек, наши программы составлены таким образом, чтобы в какой-то момент позволить человеку немножко забыться и помечтать, именно под воздействием музыки. И именно в эти моменты как бы включаются задние отделы головного мозга, где живёт креативность. И он может найти ответы… Есть ли какие-то исследования о того, что концерты привели к какой-то всплеску радости, креативности, доходности? Конечно, конечно. Правильно ли любой предприниматель, любой собственный скажет, хорошо, это стоит у вас там x рублей, а что я получу в результате? x умножить, где мультипликатор? Я хочу сказать, что наше, так как это проект, мы проводим измерения. То есть перед концертом это измерение психоэмоционального состояния сотрудников. Это такой pre-and-post-test, то есть до практики, это 20 утверждений и там 5 колоночек. Их ответы. И в результате вы снимаете до и после. И происходит какое-то изменение. До и сразу после, и потом в графическом виде мы присылаем в компанию отчёт, где видно состояние как бы до, вот именно психоэмоциональное состояние людей до того, как они слушали музыку и после. И так как это проект, то есть раз в три месяца периодически мы проводим вот это вот измерение, и видна прогрессия, видна изменения, насколько это меняется. На самом деле музыка – это сильнейшее средство воздействия на людей, потому что, во-первых, мы приходим в компанию, это происходит в офисе. И если это на регулярной основе, то люди уже знают, что там в четверг, в час дня у них концерт, они настраиваются, у них совершенно другой вот этот вот эмоциональный настрой. Их объединяет то, что они вместе слушают, они вместе поют. Это очень сильный тимбилдинг происходит. И если на регулярной основе происходит слушание, то это просто для здоровья полезно. Это не просто настроение, а это нормализуется давление, это приходит в баланс центральная нервная система. Какого уровня должен быть развитие руководителя, чтобы вот он поддерживал себе такие желания для своих сотрудников дать? Я задам Юле вопрос. Юль, а вот какие, может быть, у вас есть более, может быть, какие-то свои внутренние наработки, как вы поддерживаете позитивный эмоциональный фон у себя в компании, как в рамках корпоративной культуры? У нас целая программа, которая называется «Wellness». По сути, это здоровье сотрудников и их благосостояние. И в том числе в рамках этой программы у нас есть такой блок «Эмоциональное благополучие сотрудников». И вот здесь мы огромное количество различных предприятий делаем. Например, возможно, вы слышали Леонид Клейн, который на, по-моему, «Серебряном дожде» читает лекции про литературу. Он в том числе к нам приходит для того, чтобы поговорить о литературе, о фильмах. И, казалось бы, где связь IT и литература. Но, тем не менее, Леонид затрагивает такие интересные вопросы, как лидерство. Каким должен быть лидер на примере романов Льва Толстого? И люди, поговорив про это, послушав про это, уходят с каким-то, знаете, правильным ощущением того, что нужно делать на работе. Это один из примеров эмоционального благополучия. Другой пример – мы работали с тренерами, которые помогают нам учиться осознанности. То есть эмоциональное состояние – это же не просто про, не знаю, 7-минутное какое-то ощущение. Это в том числе про то, насколько ты контролируешь свои эмоции, понимаешь свои эмоции и можешь понимать эмоции других людей. Вы знаете, очень помогло. В результате людям правильно общаться, правильно строить коммуникации и быть, наверное, более спокойными в рамках своей работы. Уходить от конфликтов, да, как таковых. Как в целом, вот у нас с вами получается такой появился домик, да. Мы его вот уже построили, мы понимаем, что с ним происходит. Как его поддерживать на протяжении долгого времени, чтобы эта корпоративная культура не просто вот появилась, да. Ведь можно же про нее забыть, там написать ценности. К сожалению, в большинстве российских компаний ты видишь ценности, но никто по ним не живет. Или там какие-то правила или доверие, никто тебе не доверяет, тут же там спрашивают, где ты был на 15 минут. Как это поддерживать, вот с чего, как это сохранить это состояние и чтобы она укреплялась? Ну, это должны быть как бы стратегии компании. Я просто вспомнила такой кейс, который мы проходили в бизнес-школе, как пример корпоративной культуры. Это американская компания Low Coaster East-West. И там такая уникальная была создана корпоративная культура, но у них очень интересно, у них ценности были, что the person the first, the custom the second. То есть у них на первом месте был персонал компании, а потом уже клиенты. Потому что руководители компании считали, что если их сотрудники счастливые, значит и клиенты будут счастливыми. И именно вот эта корпоративная культура и отношение к сотрудникам в целом, она, наверное, позволила этой компании пережить кризис 2011 года. В Америке был кризис, который затронул буквально там American Airlines, все американские авиакомпании. И лучше всех себя чувствовала именно вот эта South West Airlines. Да, 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 South West Airlines. И хотя руководству пришлось выйти к своим сотрудникам и сказать, что они все снижают зарплату, потому что, ну если вы хотите, чтобы мы выжили, мы вынуждены пойти вот на такую меру. И мы не знаем, когда мы сможем вернуть ваши зарплаты на прежний уровень, потому что просто ситуация, вот она вот такая. И никто не уволился из компании, то есть все сотрудники это приняли. И такой пример был написан, что только в этой компании, например, стюарды, если какого-то пассажира пожилого, например, не встречают, то это была такая как практика, что стюарды провожали человека домой, отвозили. Что совершенно какая-то уникальная вовлеченность и лояльность к своей компании, где очень поддерживалось чувство юмора. То есть, когда стюарды, это даже на ютюбе есть ролики, они вот эти правила безопасности поведения на борту, каждый придумывает, и там кто-то в стиле рэп это излагает, кто-то еще в каком-то стиле. И это все в компании снималось на видео, все это транслировалось, у них как это конкурсы, то есть как-то все очень, очень все поддерживалось. Прекрасно. И таких ютюб роликов полной книг в магазине, зайдешь про мотивацию, обнимите своих сотрудников и все остальное. То будет драйвером создания корпоративной культуры в компании. Руководство. Абсолютно верно. Это всегда руководство. И, знаете, была тоже, ну, раз уж мы вспоминаем какие-то бизнес-кейсы, была такая история, есть книга «Тони шеи, доставляя счастье», про компанию Запус. Формально эта компания занимается тем, что она обувь продает, а неформально они создают вау-эффект у своих потребителей. И они решили не вкладываться в маркетинг, они решили идти другим путем. Они хотели бы, чтобы их обслуживание было самым лучшим. И, например, если ты звонишь в компанию Запус с каким-то вопросом, не про обувь, а где находится ближайшая пиццерия, с тобой поговорят и ответят тебе. И как раз вот этот Тони Шеи, он культивировал вот эту корпоративную культуру, потому что у него был негативный опыт до этого. Один миллиард, да, обошёлся Запус Амазону, когда они его продавали. Абсолютно верно. Наверное, это и есть показатель, что это важно, да? Да. При этом Тони Шеи до этого создавал тоже другую компанию Link Exchange. И он был молодой, не задумывался о корпоративной культуре, начал нанимать людей, которые не разделяли ценности компании, а шли просто за большой зарплатой. И в определённый момент он понял, что не хочет приходить на работу, потому что это люди, которые ему не интересны, это не его семья больше. Он продал эту компанию и вот начал с нуля основывать вот этот запуск как раз. И здесь всё получилось именно благодаря вниманию к корпоративной культуре. Прекрасно. Великолепный разговор. Невероятно интересный. Мы много чего проговорили. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас сделал лёгкое summary практической направленности, которое помогло бы нашим слушателям задуматься, сделать первые шаги о том, как, что делать для того, чтобы в их компании создалась корпоративная культура и к ним хотели бы прийти люди. То, Виктория, может вы начнете? Ну, что я могу сказать? Я считаю, что надо управлять положительными эмоциями и стараться их поддерживать, искать такие интересные практики и тулсы, чтобы как можно больше их было в компании. Ну, как высказывание Марка Саленмана. Хороший сотрудник, счастливый сотрудник. Отлично. Юля? Наверное, самое главное – это всё-таки сформулировать цель, для чего существует эта компания. И у меня такая подсказка. Просто рубить бабло – это не совсем та цель, которая будет интересна вашим партнёрам, вашим клиентам. Нужно подумать о том, что компания делает полезного. И дальше мы уже спускаемся о том, как мы это делаем. То есть, это уже ценности компании, которые лежат в основе культуры. То есть, попробовать простроить сначала вот эту пирамидку, причём простроить её вместе с сотрудниками компании. Не так, чтобы собралась топ-менеджерская команда на стратегической сессии, придумали и дальше пытаются внедрить, а как раз попытаться наоборот сделать. Ну, а дальше уже абсолютно везде красной нитью должна проходить коммуникация о том, каковы наши ценности, и каким образом эти ценности внедряем в бизнес, внедряем в жизнь нашей организации. Отлично. Скажите мне, вы успешны с HR в прошлом, теперь уже и в бизнесе. Как вы находите в себе мотивацию заниматься людьми и делом? Что вас драйвит в жизни? Потому что вы тоже являетесь каким-то образом примером для и коллег, и для подчинённых. Вот как начинается, что даёт тебе вот эти внутренние силы заниматься тем, что ты делаешь? Ну, во-первых, я могу сказать, что сейчас я себя действительно чувствую счастливым человеком, потому что я впервые сумела найти вот это объединение людей, музыки и бизнеса, потому что на протяжении многих-многих лет у меня всегда было параллельно две дороги, и я как бы везде, как она в семье своей родной, казалась девочкой чужой. И там было и среди музыкального сообщества, и так же было, наверное, и в бизнесе. А сейчас, наконец-то, я сумела это объединить, и я знаю, что для меня очень важно, когда я прихожу в компании, это отклик людей, это глаза, это их, наверное, фидбэк после нашего концерта, после нашей музыкальной практики, когда они говорят, что за эти там полчаса, а возникает ощущение, что они действительно были в краткосрочном отпуске. У меня ощущение, что я дала людям возможность отдохнуть, переключиться, чтобы они на новом энергетическом каком-то градусе смогли вернуться к своей работе. И, ну, я ощущаю себя созидателем. А это дает мне счастье. Спасибо. Что тебя заставляет утром вставать, идти на работу, быть HR-директором, биться за корпоративные ценности? Смотрите, у меня очень интересные всегда проекты. То есть это компания, которая никогда не дает скучать. Приведу такой пример. Недавно мы отделяли наш софтверный бизнес, и меня попросили вести проект по отделению этого бизнеса и переводу сотрудников напрямую в другую компанию. Причем, обратите внимание, это была Австрия, Норвегия, Финляндия, Южная Африка. Я ничего не знаю о том, как устроено законодательство в Австрии. Но, тем не менее, естественно, это была командная работа. Но все получилось. В один момент я подумала о том, что я сейчас размышляю о том, как мне помочь сотрудникам Южной Африки с топливными карточками. Или как мне помочь HR-менеджеру с профсоюзом в Австрии. И вот такой, знаете, глобализация. И такие обширные проекты, вот они как раз меня мотивируют. Супер. Дорогие мои радиослушатели, сегодня я получил истинное удовольствие, надеюсь, и вы тоже. И мы сегодня говорили об очень важных вещах. Эффективность компании напрямую зависит от эффективности тех людей, которые работают в ней. Люди ощущают себя причастными к компании, когда они разделяют цель, когда цель для них компании понятна, и это явно цель, не деньги. Деньги – результат действия компании. Основа построения отношений внутри компании – это корпоративная культура, где общая цель является крышей, нашими кирпичиками являются ценности, являются позитивные эмоции, является личность вас, как руководителя, как собственника. Задумайтесь об этом и посмотрите, а что вы сегодня сделали для того, чтобы в вашей компании, ваша корпоративная культура стала эффективной. Большое вам спасибо. И с нами в эфире были Виктория Эйгенштейн, Юлия Завьял и Роман Дусенко в программе «Бизнес-завтрак» на Радио Медиаметрикс. Пока. Спасибо. Спасибо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова